Молитвы за товарищей Молитвы за товарищей Молитвы за товарищей попросить за товарища для того, чтобы быть первым, ты готов? Чтобы быть первым? Да. Ну так это то, что я делаю? Это является трамплином, начиная именно с этого. Ну тогда я не прошу на самом деле за них. Послушай, написано, идите и зарабатывайте друг на друге. То есть я иду заработать, связаться с другим, для того, чтобы заработать с его помощью. То, что я иду и зарабатываю, я связываюсь с ними этим самым. Я получаю немножко их характер, они мой. Есть множество всяких мнений, смешений, такое по всему миру. Ты видишь, мир становится круглым при помощи того, что хотели заработать друг на друге. И из-за этого мы приходим в состояние, когда мы зависимы друг от друга. От чего? В чем? От заработка. Отсюда мы уже начинаем думать, что же делать. У нас нет выбора, мы начинаем считаться друг с другом. Говорите о материальной группе? Да, о материальном. Я тебе дам пример. Отсюда мы видим, что для того, чтобы сегодня мир выжил, нам необходимо считаться друг с другом. идти на компромисс друг с другом, иначе у нас нет выбора, потому что иначе мы сожрем друг друга. Сегодня, если ты какое-то государство отключишь от всего мира, мир уже начинает чувствовать это. Настолько мы все связаны вместе. Это просто приводит к страху, настоящему страху. Через несколько это увидишь, что каждый будет заботиться друг о друге. Какая-нибудь там в Малайзии, скажем, не дай бог, чтобы с ней что-то не произошло. Настолько все будут знать об этом, что они все зависят от других. Я настолько этого не вижу. Ты увидишь этого, но ты увидишь еще, потому что ты маленький человек. Но люди, которые находятся вот так вот в общем видении, именно так это происходит. В Европе они это чувствуют. Они не могут просто так отключить какое-то государство. Они не могут. Они чувствуют, что это уже угрожает им всем. И к этому мы и придем. Поэтому отсюда ты начинаешь изучать, что у тебя нет выбора. Ты начинаешь обо всех заботиться. И так постепенно заботиться обо всех. Мне необходимо посчитаться с тем, что ему надо и тому надо. Потому что мое благополучие зависит от благополучия всех остальных. А потом уже отсюда, когда мы этим занимаемся. В любом случае, даже эти эгоистические действия из нашего мира, отсюда уже воздействует свет, возвращающий к источнику. Потому что мы делаем, совершаем действия по участию. Участие как забота? Заботы о себе самом я это делаю. Не важно. Это правая и левая линия? Но когда я заботюсь о тебе, чтобы мне было бы хорошо, поскольку я не хочу навредить тебе, потому что мне от этого будет плохо, я связываю и тебя, и себя вместе в одну и ту же систему. А против этого, даже если ты эгоистический, воздействует свет, возвращающий к источнику. И тогда все почувствуют действительно в этой взаимной отдаче эгоистической, что в этом есть нечто хорошее. В этом есть нечто хорошее даже в самой отдаче, когда я наслаждаюсь тем, что я нахожусь в этом духе отдачи.